Идея принять участие в экологическом конкурсе пришла ребятам, постоянным читателям библиотеки во время познавательной экскурсии в Бутовский лесопарк. Первое, что мы увидели, не деревья, а вот именно куча заваленных там курток старых, бутылки от всяких напитков и обертки. Пришли на поляну, куда мы все время ходим играть. Там тоже нам не понравилось, мы там практически все время убираем, а там вот мы приходим и снова все завалим. Поэтому мы решили убрать хотя бы эту и другую поляну, чтобы было почище, если прийти на пикник, поиграть, побегать. Там даже пакеты собрали, но не вынесли. Вот такая логика у всех людей. Собрать, но не вынести. Куча мусора, еще всякие фантики и завалено. Шкурки, бузы, такая куча. И жук здоровенный кусачий очень сильный. В этом месте могло вырасти, например, дерево или могла вырасти себе нору мышка, но тут мусор, а убраться мышка не может. Дети под впечатлением от увиденного решили исправить ситуацию. Снарядившись положенным инвентарем, мешками для мусора, перчатками, граблями, отправились очищать лесные поляны. Затем на общем совете придумали проект для участия в конкурсе «Экология родного края», назвав его «Экологический десант». Почему я люблю работать с детьми? Потому что они очень открыты, очень отзывчивы и очень искренни. И пока есть такое желание, надеюсь, что в будущем они сами задумаются перед тем, как выбросить бутылку, пакетик, фантик от мороженого. То есть один раз убрав это все, они знают, как оставить лес чистым. Экологический десант, как дружно согласились ребята, на этом не остановится. В октябре они планируют провести еще одну акцию – облагородить территорию вокруг своей библиотеки и посадить деревья. А награждение победителей конкурса «Экология родного края» состоится в сентябре в рамках фестиваля «Видное. Город читающий», посвященного Дню города. Точная дата будет объявлена на сайте районной библиотеки. Желаем удачи нашим героям.